здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал звезда велеса или давида значит опять таки мои подписчики постарались и прислали мне очень интересный материал вот такая вот статья на канале так на каком канале крамола значит звезда велеса и давида я еще встречал название такое этой звезды она называется свадьба и еще встречал не давида а давыда так ну ладно поехали несмотря на то что велес исконно славянский бог а символ велеса исконно славянский символ этот символ как впрочем и все славянские религиозные догматы и другие силы символы прибрали к рукам и современный каббалистический оккультизм и иуда христианское учение в целом в этих последних звезда велеса славянский символ одного из богов нас называется дауда маген давид гексограмма и другие изма моносимвола в славянстве можно выстроить свастический символ звезду имени того или иного бога она в славянской символике выстраивается следующим образом символ бога дублируется в матрице я ячаистом поле круга или в матрице матрице квадрата такое число раз которое соответствует личному числу этого бога быку велесу соответствует число 6 также сыр также иуда христианская не работать субботу шестой день посвященное его богу как показано выше велесу поэтому круг в круговом варианте получим следующую звезду звезду велеса греческой традиции этот символ носит название пентакл который также назывался печатью соломона однако еще раньше знаком вишну исторически этот символ не принадлежит к иудейской религии и не является символом какой-либо осознанным так называемый еврейским народом как и все славянское так называемые евреи просто заимствовали и звезду велеса совсем недавно вот что в этом пишет еврейская энциклопедия гексограмма известна начиная с бронзового века конец четвертого начала первого тысячелетия до нашей эры когда она использовалась в декоративных и магических целых целых у многих народов столь отдаленных друг от друга как например народы месопотамии и кельты британии гексограмма встречается на различных предметах утвари в частности на светильниках и печатях древнейшее известное изображение такого рода обнаруженной в сидоре печать седьмого века до нашей до нашей эры отметим что эта энциклопедия описывает только регион возможного расселения так называемых древних евреев которых не существовало в истории и которые были искусственно реконструированы вместе со своей историей и со своим языком только в наше историческое время в этот период звезда велеса для евреев по всей очевидности еще не несет особого смысла следующую историческую эпоху гексограмма наряду с пентаграммом пятиконечной звездой была широко распространена среди евреев и не евреев так орнаменту фризисин агорика кафар хорум капернаум 2 3 века состоит из чередующихся гексограмм и свастик пожалуйста совместное использование звезды велеса и свастики вполне понятно для славянской религии поскольку оба этих символа принадлежат славянству и использовались повсеместно в этот период еврейский автор утверждает что для евреев того периода потому повторимся что их не было тогда звезда велеса не имела религиозного значения в русле иудаизма евреи будучи необразованным в религиозных делах и не посвященными в сущность славянской магии воспринимали этот символ как элемент декораций нет основания полагать что и этот период гексограмма обладала каким-либо иным значением кроме декоративного так гексограмма обнаружена в мозаичном полу дома римлянина раскопанного в н я л близ иерусалима в качестве декоративного элемента гексограмма получила широкое распространение средние века в мусульманских и христианских странах она встречается в синагогах позднего средневековья по всей видимости будучи заимствована из церковной архитектуры и не служа специфическим еврейским символом на службу еврейству этот славянский символ поступил из традиционно славянских арийских стран персидского региона причем добыли этот трофей для евреев их братья не славяны не арии кочевники монголоиды негроиды арабы снабдив его названием печать соломона в арабских странах гексограмма широко использовалась на виду с другими геометрическими орнаментальными элементами и была известна как печать соломона название заимственное многими еврейскими общинами это свидетельство интересно еще и тем что вновь обнаруживает путь иудохристианских заимствований из славяно-арийского ведизма из долины инда печать соломона символистический двойной треугольник в индии именно именуется печатью вишну и широко распространена здесь поясним велеса раму и в едийской литературе именуют рамой герой древнеиндийского эпоса рамаяна и махабхарата рама рамна почитается в индуизме как одно из земных воплощений седьмая аватара вишну кроме того рама также и название шестой аватары вишну известной как парашура парашу рама рама с топором в славянстве шестой велес рама и древние индийские рама темный средне по книге ра-р солнцебог м мертвый содержащийся в чем-либо солнце мертвое погасшее удерживаемое на наве хаосе тьме мраки то есть олицетворяет как и вел велес силы нави поэтому есть и такое имя рамы рамачандра рама месяц велес лунный бог раменским шуточно называют медведя олицетворяющего в свою очередь также бога велеса название звезды велеса как печать соломона происходит из следующего треугольник направленный вершиной вверх является символом бога дыя олицетворяющего мужское начало или являющимся символом солнца отсюда первая часть названия печати сол треугольник направленный вершиной вершиной вниз является символом мары богини смерти традиционный славянский символ луны луна еще в английском вариант славянского индоевропейского обозначается словом то есть ребята смотрите как я вам и говорил одна часть мужская вторая женская часть то есть и как я вам и сказал это свадьба имеет место быть такое название из их происхождения очень древние обычно солнце и луна сопровождали образы языческих солнечных богов персии и греции что и перешло в ранее христианского искусство через праздник рождества принявший существенный тогда языческий обряд отмечать новое рождение солнца солнце и луна симметрично по одному светилу с каждой стороны креста солнце по правую руку христа луна по левую является постоянными элементами средневековое распятие хотя после 15 века встречаются редко опять же отметим заимствование иудо-христианство и славянство язычество обычно поскольку иудо-христианство все построено на язычестве и не имела своих символов богов и эзотеризма в несведущих славянских магий еврейских кругах которые по сей день упорно и бестолково продолжают заниматься кабалой гексограмма часто заменялась пентаграммой и обе назывались от печатью соломона хотя пентаграмма более близка к соломону пентаграмма 5 треугольников дает сумме магическое число 15 15 сторон сумме у всех треугольников имеющие серьезное религиозное значение и представляющие апогей лунной мощи евреи и арабы монголоиды и негроидные кочевники культа луны напомним велес господь есть лунный бог бог кочевников лунно поклонников христианская хронология рассматривает лунный миг ветхого завета в виде 15 поколений от авраама до соломона возрастания луны в первую половину лунного месяца и 15 от соломона до слепого зедеки соотносимого с луной в ущербе или темной луной выпуклая в две стороны звезда 39 53 52 53 именно такой символ евреи установили в 1917 году в оккупированной россии после совершенного и миссионистского переворота в значении зима в рамках Ministry 53 54 53 um